...две одинаковые гравюры, которые Юра величала в 1544 году. Адам и Ева очень сложные гравюры. Но мы так подробно, как мастерские гравюры дивана, не будем ее рассматривать. А посмотрим на то, что здесь имеют гравюры. Конечно. А, вы будете просить? На самом деле, ребята, понимаем, что задания, они не для меня. Я их не буду проверять. Они для вас, чтобы вы запомнили то, что вы делали в настоящем музее. Совершенно верно. Точнее, на ветке, которую держит вода. Ну, подождите, давайте... Немножко подсветлить. Это разве птица? Нет, это кусок коры. Как мне кажется. Вот здесь, посмотрите. Вот. Нет, это кусок коры. Нет, это кусок коры. А вот это да, это пугай. Хорошо. Кстати, наличие гравюры большого клещного животного... Так, интересно, что за дед такой? Внизу мы можем увидеть с вами разных животных. Кого из животных вы здесь узнаете? Кто его? Это олень. Это олень. Не так громко, не так громко. Вот. Дальше здесь. Обрушенные причем. Вот как? Хорошо. Давайте разбираться. Что у нас предприятие тяжело? Пристройки деревянные. А вот тут заросшие каменные арки. Что произошло в конце 15-16 веке. Что вот такой вид. Святой Иероним в келье. 1566. Ну это копии, но не важно. Ну посмотрим, что тут есть у Иеронима. А в суперкелье Иеронима куча артефактов. Например, странный светильник. Спираль антенна. Какие-то сосуды, бусы, непонятные емкости. Ну типа все как у алхимика. Может быть он и был таковым. Огромные песочные часы. Тоже непонятно для каких целей. Вам не кажется, что звери какие-то вообще необычные. То есть таких нет. Это не собака. Это не лев. А кто это? Что за странные фантастические животные вообще другого мира, которых мы не знаем даже. 1513 год. Рыцарь, смерть и дьявол. Гравюры резцом. Так. Типа как горгона, только мужик. Так. Вот. Забрало поднято у рыцаря. Зачем-то здесь мех какой-то на копье. Меч. Он как будто из нескольких секций состоит. Так. В чем он одет? В чем можно сказать, какой-то супер костюм. Какие-то необычные латы, которые… Но, помимо таких людей… Слушайте, вот видите, вблизи как все по-другому выглядит. Ну, наконец, там дюрер ушел. Дюрер, дюрер. Ребята, дюрер. Давайте с вами посмотрим нормально. Так. Ну, я уже сказал, да, здесь… Какой-то временной артефакт. Вот у этого создания рыцарь с странным копьем. В очень необычной, продвинутой одежде. Она прям как облегает тело. То есть, это не латы, это что-то другое. Это не латы-лицарь. Это что-то, как вот… Из какого-то композита. Как костюм Тони Старка. Что это такое? Ох ты! Еще один товарищ здесь. А вот как показывают нам такие латы. Рыцарь среднего роста. Весь в железе. И очень необычные боты. Кто в них ходил? Утенок. А это со стороны. Зачем такую забрал? Вот именно вытянутая. Кто там ходил? Бибуб и Рокстеди одевал? Доспехи полевой и турнирный. Иллахима II Гектора Гоггенсоллера Курфюста Рентербургского. 1540 год. Сталь, кожа, ковка, выколотка по форме, травление, гравировка, золотая наводка. А это что? Пистолет колесцовый. Двуствольный. 1560. 1585. Сталь, дерево, кость, ковка, слесарная работа. Вот все бы хорошо, только они, во-первых, огромные, во-вторых, что вот это за такой шар здесь сзади? Типа дыни. Зачем? Вот еще одни артефакты средних веков. Ну ты понимаешь, я думаю, что, красота, покрасить, вот этот стул напоминает персональный толчок это наверное толчок дюрера и комод тоже его с туалетными принадлежностями туалет средневековья персональный толчок дюрера семья турка посмотрим кто они такие любовное предложение 1495 сразу бросаться в глаза это головной убор женщины ее лицо и шея по моему кадык даже есть мужик вроде не вызывает вопросов что за разваленность сзади это запустение на фоне этого тут всякие любовные похождения лошадь крестьянина его жена на рынке 1519 год 1512 видите ну вот реально напоминает обычных таких крестьянскую семью из русских сказки хотя это вроде германия интересные сапожки великоваты кинеси странно особенно и вот лицо жены счета здесь не то есть есть это и 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 короткий рукоятка маленькая видите загнутые 2 дуги с набалдашниками какие-то изорванные все непонятные обувка непонятную и очень широкие лапы ноги да три беседующих крестьянина тоже какие-то странные лица вообще подбородок нос с собой оружие есть есть вот она видите меч касается земли рукоятка эфес то есть вот это гарда широкая и какой-то вот круглый кристаллик на яблоке он вокруг по спирали обмотано что-то пейзаж с пушкой 1518 год общий вид что за пушка здесь ну-ка ну-ка это она огромная больше чем вот этот карлик с копьем а это что за форпост бастион прям как и из-за фантастического фильма так здесь кто типа князей и одежда такая же какие-то князья бояре какие-то крестьяне что это гравюра с каким-то форпостом город будущего в прошлом то есть в шестнадцатом веке так может быть это опять то же самое все новое хорошо забытое старое и все вот эти стимпанк картинки говорят именно об этом продолжение следует